Книга открытым оком Есть ли статистика по этому вопросу или конкретные случаи из вашей практики, хотя бы по Барнаульской общине баптистов? Допускаются ли у них ложь, ересь и как они реагируют на обличение по этим вопросам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Определенно и несомненно, что там, где проповедуется Слово Божие, жизнь более нравственна. Иоанна 15 глава 3 стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Так как у баптистов есть членство, то статистику легко вести. Сложнее дело с православными. Приверженцами к этой мирской языческой религии в сегодняшнем ее проявлении является все, кому смочили волосы в церкви, назвав это крещением. 99% пойманных преступников православные встречаются там и те, кто называют себя баптистами и сидят они не за красивые глазки, не за богугодные дела, но за грабежи, насилие, кражи. Следует сказать, что сами баптисты от них открещиваются и может быть справедливо, потому что в момент ареста они были уже отлучены и сторгнуты из баптистских собраний. Это, конечно, не то, как было у коммунистов, когда их исключали из партии, когда они были под следствием, но каждый из них говорил, если умру, прошу считать меня коммунистом. Здесь, в Барнаульской тюрьме, я передавал Евангелие, бумагу Еремонаху Зосиме, арестованному за совращение малолетних, и другому батюшке за похищение церковного имущества. Встречались и послушники алтайских монастырей в камерах, как и батюшке в сущем сане. Это не одно и то же, чтобы быть просто из баптистской семьи. Встречается и измена. Я говорю про Барнаульскую общину евангельских христиан-баптистов, приемлющих регистрации всех ХБ. Есть и разводы, и даже у одного три жены, и у всех одновозрастные дети. И он сейчас член их общины, хотя за усердие по соломоновой линии и был отлучен на какое-то время. И выпивает, но не в стельку, и не по православному, а келейно в домашнем кругу, при свечах, по-баптистски. Оговорюсь, что не везде так. Когда я проповедовал в Молдавии, у баптистов и в Грузии, то живущие чисто баптисты просили меня непременно сказать о винопитии. Так как их руководящие братья, выходя на проповедь, едва держатся на ногах, ухватившись за кафедру. Но у них свои погребки с вином. И язык не поднимется осудить их. Ересь, в которой они находятся, они признают за истину. И осуждают всех американских харизматов, как ертиков, и нас, православных, как ревностных идолопоконников. Да и по делам нам, мы от таковых мало чем отличаемся. Но зато у нас есть батюшка, законно рукоположенный. Посты исповедь и причастия, чего у них нету, аборты у них почти не именуются. А вышеуказанные грехи, думаю, не более чем 3%. Чтобы они ругались черным словом или матерным, даже и не слыхал, хотя имею близкую связь с ними, 40 лет. Если кто-то из них увлекается табачком, то, прознав про это, они от него избавятся. Они безобманные, прекрасные труженьки, ценнейшие работники. И все имеют личные библии. Даже маленькая девушка, думаю, что Бог допустил их. Существование вне церкви апостольской еще для того, чтобы показать православным, что Слово Божие будет распространяться даже и тогда, когда православные о нем совершенно забудут. Они очень приветливые, заботятся о вновь пришедших и попавших в беду, где бы он ни жил, они не оставят. И это при том, что Слово Божие понимают правильно только на первой из 33 ступеней. Во всем остальном они идут ощупью многогласия. И при разборе и следовании Слово Божие на каждый стих Библии может быть столько толкований, столько голов, столько и умов. Исключительно узкий взгляд на истину. До добротолюбия еще и не дотронулись. И самая большая их беда, что они не церковь, а секта, возникшая в 1609 году. Первая община была образована в 1639 году в Роджерсе, Англии. За всю их историю к ним не пришел ни один законно рукоположенный и не запрещенный в служении епископ, ни от православных, ни от католиков. О, если бы они поняли это и восстановили у себя священство, как сумели восстановить старобрядцы-поповцы, это могли бы быть воистину первоапостольские общины, пусть и без икон, и без свечей, только бы они это не хулили. Хотя меня и обвиняют за связь с ними, но я советую каждому православному хотя бы раз побуть у них на собрании и возбудить в себе тоску по первоапостольскому простому доступному богослужению. Если бы у них было законное священство, то как многие православные сегодня ратовали бы за объединение с ними. И это могла бы быть та самая закваска, которая бы начала пробуждать русский народ от литургического сна.